Начинаем нашу после матча в Брест-Конференцию. Ваше внимание в главном тренер футбольного клуба «Ассенал» и сборной Тула Виктор Геннадьевич Булатов. Виктор Геннадьевич, поделитесь, пожалуйста, первыми впечатлениями о прошедшем матче, а потом будут вопросы. Я думаю, исход матча решили первых два гола, когда уже в 15-й минуте счет был 0-2. Первый гол на мой взгляд вообще глупейший был, когда ошибку допустили два центральных защитника, слишком высоко поднялись, когда там не накрывали эту передачу. Просто глупый гол, детская ошибка, обидно. С хорошей командой на второй минуте уже давать форму. И второй гол тоже. Говорили, предупреждали подачи, что у Багаева опасно. И нападающий Беряков, Касьян, тоже. Знали мы, что при всех прострелах хорошо и головой играют, но пропустили. Второй тайм. Надо нам, я считаю, занести актив. Девятером владели преимуществом, создавали даже в девятером моменты. Гол вообще забили восьмером. Проявили характер, хотя уже поезд ушел, и счет игры. Матч был лишен в первом тайме. Пожалуйста, вопрос. Вы как-то готовились к этой игре? Все-таки такое предстояние довольно принципиальное. Просматривали предыдущие игры? Ну, конечно, хватило просматривали. И знали, что Беряков с Касьяном Бегут, напрягают, заспидают, предупреждают. Тем более для меня непонятен, от первого, это просто муки. Готовились, конечно. Еще вопрос, пожалуйста. Владислав Воложин, аргументы и факты в Туле. А почему в целом команда так плохо вкатилась в игру с первых минут? Будем разбираться, для меня тоже это неожиданность. В предыдущей игре такой проблемы не было. И с Камазом мы на выезде очень дисциплинированно. Первые минуты играли. С Аппартаком 2. Но Факел это команда другого уровня, конечно. Здесь надо было еще повышенную концентрацию иметь, к сожалению. Этой концентрации не хватило в первые минуты. Будем разбираться, почему так. Конечно, команда, готовящаяся к каким-то задачам решать, не должна. С такого себе позволять. Первые минуты согласны. По двум красным карточкам у вас больше к судейству вопросов или к своим подописам? Ну, первое, что может быть 50 на 50 можно было не давать. Но судья, наверное, симпатизировал, конечно, хозяеву. Больше претензий к своим игрокам, которые имели желтые карточки и шли в стыки, уже не предохраняясь. Больше претензий к игрокам. Рыжков в основе не вышел, вышел после перерыва? Влад, дело в том, что он полтора месяца у нас пропустил, только сейчас набирает форму. Полтора месяца у него была проблема с переводящей мышцей. Он ездил в Германию, проходил курс лечения, реабилитации. И вот только третью игру выходит на замену. В будущем мы на него рассчитываем. Это наша основная игру, конечно. И эти полтора месяца Влада мне не хватало. Рад за него, что он забил. Рад за того, что он забил. Рыжков вернулся в строй, наконец-то и забил. Ну, конечно, рада. Такой вопрос. Факел команда скорее контратакующая, чем команда, умеющая играть позиционно. Не было желания отдать инициативу, собственно, хозяевам? Не пытаться играть в контроль мяча, а отдать им, пускай думают, что с ним делать. Ну, были такие вопросы. Мы говорили, когда мяч у них, надо играть плотнее и не давать пространство. Просто сам мяч на второй минуте, он уже вынудил нас играть первым номером. И уже вынудил оголять тылы. Вот именно сломил первым, сломал и тактику, и нас где-то с настроем. Как бы ребята были, конечно, тоже какой-то ошарашивает. Поэтому здесь все решили вот именно первым углом. И он уже нас выбора не был, что играть только первым номером. Игорь Геннадьевич, краткие итоги первого круга. Вот завершился он сегодня, оцените. После первого круга команда на каком-нибудь на своем месте находится. И что понравилось, и что нет. Я думаю, в целом, наверное, закономерно. Могли больше набрать, могли меньше набрать. Были обидные пропущенные мячи на последних минутах, как с Олгарем Саратова. Мы, в принципе, я считаю, должны были выигрывать. Но в целом, наверное, закономерно. Учитывая то, что сейчас у нас в основе играет 4-5 футболистов с того года. И собрать команду за месяц непросто. И сразу 15 июня приступили, 11 июля, уже чемпионат стартовал. Такой короткий срок собрать и поставить какую-то игру. Это непросто, и с этим были трудности. Я думаю, не только у меня, просто у прямых конкурентов более стабилен состав. Более стабильна у того же Томска «Газовика» игра. Поэтому мы только к концу. В начале у нас какой-то сплеск был. Пока свежие футболисты приходили к нам, не имея сборов. Где-то 2-3 игры всплеск был. И сейчас, я считаю, игру свою, если не брать сегодняшний провал первые 15 минут, я считаю, свою игру мы в конце все-таки поймали. И есть уверенность, что за счет этой игры и за счет чего дальше мы будем играть. Павел Пантелеич, по традиции, первые ваши эмоции, первые впечатления? Эмоции, как, наверное, у всех положительные, доволен результатом. Хотелось бы поблагодарить ребят за хорошо проведенный матч. И особые слова благодарности нашим болельщикам, которые очень сильно команду поддерживали. И, скажу так, наше обращение к ним возьмело какое-то, наверное, действо, что очень корректно, очень по-хорошему. И поэтому футбол получился хороший. Играли две хорошие команды, которые умеют и позволяют друг другу играть в футбол. Позволяют играть в футбол. Павел Пантелеич, как непосредственно подготовка шла к матчу со Синалом? Потому что сегодня, похоже, что вы решили в центре поля не соперничать в контроле мяча, а за счет длинных передач при потере мяча гостями. Подготовка шла в штатном режиме. Мы очень внимательно изучили команду соперника. Команда «Арсенал» играет в основном за счет коротких и средних передач, за счет хорошего контроля мяча. И действительно мы пытались, ну скажем так, особенно второй тайм уже, да, и первый тайм проводить скоростные атаки. Скоростные атаки я попросил игроков средней части поля. При варианте, когда у нас мяч под контролем, будут зоны и использовать эти зоны за счет заброса вот именно за спину, и использовать лучшее качество наших двух форвардов Касьяна и Бирюкова. Собственно, это сработало. Сразу на первой минуте быстрый забитый мяч, потом у Миши еще выход один на один был, который должен был реализовывать. У Саши были моменты. Так скажу, что... А второй тайм мы играли уже по счету. Я ребятам сказал, что естественно, что команда соперника сейчас попытается изменить игру, забив быстрый гол, пойдет большими силами вперед, и мы должны немножко отойти, перекрыть все зоны, и вот за счет быстрого перехода от обороны к атаке использовать эти моменты. Да, визуально второй тайм, может быть, показалось всем, что, ну так оно и было, что у них хороший контроль мяча, но без особых таких обостряющих передач. Все поперек, назад, хороший контроль мяча, а мы использовали другие качества, и, собственно, наш козырь оказался более весомым. Ну, без ложки дехника, как это часто бывает, не обошлось. То есть потеря концентрации? Ну, опять, да, опять добавленное время, потеря концентрации, мяч у нас под контролем, и мы теряем в той ситуации, идем в обводку, в той ситуации, где совершенно не требовалось этого, абсолютно не требовалось. Да, согласен с вами. Будем разбираться. Вы могли бы подвести краткие итоги первого круга, что получилось у команды, что не получилось, с доволен ли вы в текущем турнирном положении, или могли бы что-то большее? Где-то, может быть, потеряли очки, не добрались, или наоборот? Ну, если кратко подводить, то, естественно, что результатом я доволен, более чем доволен, более чем доволен. Наверное, довольны все, и руководители, и болельщики довольны. Что не получилось, не получилось. Ну, все было предсказуемо, и я об этом говорил в начале сезона. Провальный старт, провальный старт. Если вы помните, мы стартовали в шести первых играх пять поражений. Но ни в одной игре мы не проиграли по игре, скажем так. Проигрывали в один мяч, только Томску мы проиграли здесь 3-1, в один мяч из-за собственных своих грубейших ошибок. И я говорил об этом, еще раз повторяю, все было предсказуемо. Нужно было время в связи с той большой ротацией, которая произошла между окончанием чемпионата в профессиональной футбольной лиге и началом футбольной национальной лиги. Пришла большая группа игроков, большая группа игроков в разной степени готовности. Естественно, они привыкали пока к короткой межсезонья, очень короткой. И привыкали пока и к требованиям, и к схеме игры, и притирались друг к другу. Потом, когда стабилизировалось, где-то уровень готовности выровнялся, где-то немножко сыгрались, и, собственно, возрастающие мы стали набирать очки. И то место, которое мы занимаем, занимаем более чем доволен я. Теперь, наверное, будет сложнее. Все-таки, если поначалу факелы относились, конечно, с осторожностью, но воспринимать как такого теневого фаворита, то теперь, наверное, все-таки будут воспринимать как команду лидера, одного из лидеров. И то есть еще вот эта победная серия, наверное, тоже как-то повлияет. В психологическом плане. Не будет давления на футболистов? Ну, я не думаю, что будет давление сегодня абсолютно. Да, отношения. Но я скажу, что к нам уже давно серьезные отношения. Вот как только мы после этих шести туров стали подниматься вверх потопленной таблицы, и, скажем так, шли мы довольно так уверенно, серию выдали хорошую. Все, и нас, ну, скажем так, зауважали, а теперь где-то, наверное, немножко и побаивается в какой-то степени. Потому что, ну, судить не мне, судят специалисты, журналисты, все. Но факт была очень хорошая пресса, и я считаю, что она близка к истине, что хорошая игра, и зрелищная, и результативная игра, именно поставленная игра. Поэтому я думаю, что сложнее не будет, будет интереснее. Еще вопросы? Пожалуйста. По поводу болельщиков. Вы поблагодарили болельщиков за то, что они создали такую атмосферу, болели коллег, но тем не менее, фаеры сегодня горели. Нет здесь опасений, что следующий домашний матч может уходить? Ну, я скажу, что то, что планировалось, и то, что было на сегодняшний день со стороны болельщиков, то я считаю, что они очень корректно вели себя. Ну, то, что фаеры в очередной раз клуб заплатит штраф, все, это, конечно, печально все в этом плане, что фаеры тоже нужно помнить о том, что я понимаю эмоции, но тоже помнить нужно, что неудачно упавший фаер, наверное, неприятно, если кому-то за воротник он упадет, да, все. Ну, угрожают люди так эмоции, все. Будем надеяться на то, что и фаеры прекратятся. Лучше, наверное, вот скандирование, речевки какие-то цивилизованные, антураж, шарфики, флаги, все. Это то, что украшает футбол. А так, еще раз говорю, огромное спасибо за ту поддержку, которая, та аудитория, которая была, она дорогого стоит.